Как по мне, заготовок из перца много не бывает, ведь он всегда получается сочным и ароматным. Его я мариную как с другими овощами, например, с помидорами, огурцами, морковью, так и отдельно. Мне очень понравился рецепт приготовления перца с чесноком и петрушкой тем, что, во-первых, сам перчик получается очень ароматным, а во-вторых, это по сути прекрасный салатик, который просто выкладываешь из баночки на тарелку. Я закатываю в маленьких баночках объемом 280-300 миллилитров. И все, салат готов, отличное дополнение к любому мясному блюду. Кстати, указанных ингредиентов хватит на два баночки объемом 280 миллилитров. Как раз идеально, чтобы попробовать. Перец сладкий, 500 грамм. Чеснок, 3-4 зубчиков. Петрушка, 1 пучок, небольшой. Масло подсолнечное, 50 миллилитров. Уксус, 75 миллилитров. Сахар, 3 столовые ложки. Соль, 1 дробь 2 столовые ложки. Вода, 300 миллилитров. Количество порций 2-3. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Сладкий перчик очистите от плодоножек и семян, порежьте на небольшие кусочки любого размера. Можно порезать соломкой, можно кубиком, как вам нравится. Зубчики чеснока измельчите с помощью пресса, петрушку промойте и мелко порубите. Приготовьте маринад. Для этого в кастрюле смешайте 300 миллилитров воды, соль, сахар, уксус столовый и растительное масло. Поставьте на огонь. Когда маринад закипит, отправьте в него сначала половину перца и проварите под крышкой на среднем огне в течение двух минут. Затем переложите перец в чистую стерилизованную банку, прокладывая слоями чеснока и петрушки, а в маринад отправьте вторую половину перца. Точно так же проварите и выложите в банку. Вот так нужно выложить. Слой перца, немного чеснока, пару крупных щепоток нарезанной петрушки, снова слой перца и повторить. Получается очень аппетитно, правда? Оставшимся маринадом заполните банки. Закатайте стерилизованными крышками. Переверните баночки вверх дном и оставьте до остывания, затем уберите в темное и прохладное место. Продолжение следует...